здравствуйте дорогие друзья всем огромный привет как я вам всем очень рада сейчас просто начинаю видео и думаю как это все таки здорово с вами пообщаться вообще иногда вот какой-то ну бывает вот такой прям наплывает хочется пообщаться поговорить ну а сегодня я хочу сделать браслет из остатков бусин у меня так в голове немножко есть уже представление что я хочу такие браслетики не но не новые многие делают сейчас особенно летом то есть с цепочками и вот остаточки значит у меня здесь крошка еще там какие-то у меня бусинки они все стала выкладывать вот такие трубочки немножко там у меня лунный камень один еще такой камушек остался потом агат голубой вот я буду все это смотреть не хочу сейчас раскладывать тут фурнитуру какую-то знаете бывает начинаешь делать браслеты потом с ним целый день сидишь бывает быстро сделаешь а бывает целый день реально сидишь и только фурнитуру подбираешь мне кажется это ни к чему хочу сегодня с вами поговорить о авито почему у меня здесь вот такой вот я положила камень турмалин потому что у меня в этом месте случилась опять продажа уже вторая вот именно вот с этим вот украшением значит колье мужское и браслетик вот именно с турмалином многие я замечаю что или пишут мне или где-то даже вот так попадается что говорят что ой нет продаж вообще не получается и не умею продавать вот ну вот что вот не умею продавать я вам советую начать с авито я уже как-то об этом как-то рассказывала даже у меня было где-то видео может год назад не помню уже как раз прави то я говорила что вот здорово у меня на авито я сейчас им вообще не занимаюсь вот вообще вот можно выложить пять фотографий вот они у меня висят и висят я бывает даже не меняю фотографии вот заканчивается срок месяц она должна повисеть да и потом она уходит в корзину и вы ее возвращая возвращаю уже назад и все то есть я не занимаюсь для меня авито это так вот продаваться хорошо не продаться ну ладно но конечно хорошо когда продается я этому рада тем более вот такое вот украшение неприхотливая знаете такое простое вроде бы кажется украшение продалось на замечательно вот почему я говорю вот что советую начать с авито у кого не получается бывает да что вы например выложили у вас там месяц нет продаж второй месяц нет ну что пусть они висят эти фотографию когда-то может быть и получится что-то продать а бывает что вы начнете этим заниматься у вас сразу раз раз и продажи будут сейчас авито снимает процент продаж то есть это у него началось я не по не помню сколько когда ну вот не так давно то есть они берут теперь процент от продажи например продали вы за 2000 какое-то украшение у вас пишут там ну 150 или 180 рублей ну что такое примерно я сейчас не буду точно не считаю вот говорить то есть но для авито сейчас это тоже для них выгодно поэтому они будут все равно как-то заинтересованы в этом я так думаю например а если вы будете еще и больше заниматься как я раньше я занималась а когда то мы покупали то есть 100 фотографий например покупаешь и выкладываешь в день там по три фотографии например где-то 4 фотографии да ну там по-разному вот и тогда вот когда вы раньше этим занималась были продажи было все нормально а потом в какой-то период стало все хуже хуже и все и я не стала больше покупать вот эти вот чтобы чтобы почаще выкладывать вот эти фотографии я не стала покупать я думаю смысла нет но все равно периодически продажи там у меня случаются вот даже с этих пяти фотографий моих украшений то есть два раза в месяц три раза продастся что-то знаете вот когда бывает какой-то месяц вообще нету продаж ну что ж прекрасно все равно хотя бы по чуть-чуть что-то продается это что же здорово особенно для тех кто конечно вот не получается пока поэтому советую особенно и к тому же если вы начнете заниматься до этими продажами на авито просите покупателей оставлять вам отзывы например я никогда не прошу отзывы но я знаю что люди обычно как вот я тоже я покупила что-то где-то я купила очень рада мне нравится но отзыв я бывает как-то не оставляю да вот но и бывает так что вот хочется вот что-то мне понравилось я из чистого сердца вот хочу поблагодарить и я сама напишу но это бывает редко и также на авито чаще всего продавцы сами просят покупателей кто у них купил напишите пожалуйста отзыв в следующий раз я вам сделал скидочку например да вот так вот и кто-то отзывается и пишет положительные отзывы вот это это также и на ярмарке мастеров до везде в общем то просто эти отзывы они хорошо влияют на вашу смотрибельность покупателей кто будет у вас покупать заходит у меня просто так было однажды что в контакте хотели купить что-то украшение какая-то женщина написала мне а у вас отзывов нет я хотелось украшение купить я говорю но я не прошу никогда чтобы мне оставляли отзывы но никогда но как-то это не по-моему и все если кто-то чистого сердца пишет мне какие-то приятные слова и отзывы я очень благодарна нет и нет то есть вот так не прошу и в как бы в этом на вид а также вот последний раз кстати мне написали отзыв молодой человек не написал я конечно очень очень благодарным что вот так мне я даже выставила телеграм выставляла что-то мне написал очень приятно спасибо большое вот ну вот и все вот в общем то об этом ей хотела рассказать что не стесняйтесь начинайте действуйте что-то потихоньку летом вообще всегда спад вот везде но все равно раз и вот у меня в какие-то продажи ну прекрасно да так что дерзайте дерзайте хорошо когда есть какие-то площадочки тем более вот это бесплатная в общем-то площадка единственное что вот процент они стали брать я думаю это ничего страшного ну что ж я начну делать браслета что-то я долго болтаю опять и покажу вам результат ну а вот и мой браслет который у меня получился многорядный в общем то как я и хотела кстати недавно ирина карпенко что-то подобное делала с другими бусинками тоже вот такой вот браслетик с цепочками и я тоже также сделала здесь какие-то подвесочки у так по повесила в общем в общем мне кажется неплохо на лето да сейчас летом красота тем более из остатков единственное я добавила немножко аквамарин вот здесь вот несколько бусинок чтобы вот сюда к этим бусинкам немножко вот так вот он смотрится вот эти бусины меняют цвет вот очень интересно я не знаю стекло это или нет вот эти вот как две бусинки тоже буквально было я их сюда решила поставить они знаете бывает вот утром например какого-то серого такого серо-розового цвета а вечером сейчас вот на черном фоне они стали вот такие фиолетовые я не знаю стекло это не стекло что это такое но очень интересные бусинки вот буквально две это по-моему с какого-то колье было вот тоже две бусинки буквально интересные очень в общем вот такие вот эти вот эти остаточки у меня были оставались вот все их сюда поставила вот они причем видите есть вот такие зелененькие а есть вот такие вот уже такие вот все сюда у меня ушли все какой-то крошечка какая-то вот это вот ниточка она прям такая самостоятельная можно сказать дети как я собрала через три крошки вот так такой вот а здесь на тросики то есть здесь у меня как цепочка идет с цепочками а этот ниточка на тросики здесь тоже цепочки вот так на ручке этот браслет а кстати еще забыла сказать здесь видите это от оглов и я вот так повесила вот бусинка последняя еще одна видеть самая темненькая сюда и повесила в общем тоглы и вот так вот решилась так сделать на ручке смотрится вот так но сейчас на лето мне кажется хорошо подвесочки так вот играют с тоглом тоже замечательно все сейчас я покажу так он смотрится немножко у меня руки в креме сейчас вот так вот он получается смотрится здесь вот немножко бисюльки такие тоже и вот так на ручке мне кажется неплохо да на лето такой браслетик ну вот и все вот и все что я хотела сегодня рассказать поговорила с вами кто нужно конечно тоже привыкнуть немножко немножко он раз будет вот так вот распадаться но его поправил и все ну что ж все всем всего доброго всего хорошего у нас стоит жара опять но вроде бы говорят на следующей неделе будет немножко поспокойнее ну что ж всего доброго до свидания